решили собраться формировать деревья вот уже все деревья упакованы машина заведена я трогаюсь путь ну багажник как обычно не закрывается сегодня мы в гостях у юра блаженкина его саду бонсай можно немножко поснимать вот ясень который был на выставке на последний маленькие деревца вот она это знаменитая вылочная вишня есть к сожалению скинула часть крона маленькие яблоньки это конечно огромный такой массивный вязь вот граб который я показывал тоже на выставке это уже деревья которые более-менее готовы вот береза свеже сформированная получилась такая достаточно интересная тоже вязи к такой маленький дубок все в основном стадии заготовок это вот скальная композиция каменная фонтан с выставки домик вот деревья в самом начале формирования многие выкопаны либо осенью либо этой весной через какое-то время эти деревья станут бонсаями но либо будут высажены открытый грунт вязь и старая скова это виноград дикий девичьи него юра тоже попробует сделать бонсай бересклет так что сейчас будем что-то формировать вот наш вязь до формирования сейчас мы начнем его обрезать пока он выглядит вот так вот ну вот боярышник тоже сейчас сделаем первичную формировку уберем все лишнее посмотрим что у нас из этого получится нам гнуть надо выше так я и не раскошелился кусачки я попробовал один раз кусачки для проволоки понял что все остальное фигня они хороши когда снимать вот это вот подрезание чтобы не повредить ветки я помню у венера японская проволока там кто-то ему кто-то приезжал японец какой-то обмотал какое-то дерево он эту проволоку все скрутил весь там моток проволоки слушай ну я со своей сосны с мастер-класса тоже проволоки знаешь сколько потом скручу это можно пустоветки поломать и думаешь да хер с этой проволокой блин или бы дерево не ломать да не я сучу качи обрезать надо не ну тут надо выбирать японскую проволоку покупать а дерево копать в лесу в общем логичнее получается пожертвовать деревьем очень плохо что вот это отрезать экономишь но зато не но экономить можно когда у тебя не знаю тоннами наверно до выше изолентами там тоже нужно ночью ну как мы по идее должны гнуть вот здесь вот а потом уже пусть она вверх сама растет так мелко не вернусь сейчас мы ее отломаем все это снимем и почку новую дать мы будем сдать почку будет малью если лопит тогда да будет малью сейчас где мы отрезали вот эту пень там сейчас почек выдаст ульму тоже смотри какой туда какая сила роста сюда шла на на не берет нас не не солнце не ветер мотаем деревья не берет там лучшее на свете ничто не огонь не вода и не медная проволока еще еще делать мы приехали приехали юрий деревьев на логичь да а то я юра формирует деревьев макс видите проволока специалист я буду учиться шлипку застегнуть на дожде у нас лицо сюда сначала сюда либо сюда не обязательно мы сюда можем уже вот эту часть сначала сюда хватит или сейчас ну посмотри а что останется она хрен там подтягивать надо мне надо через растяжку делать она лопнет конечно лопнет уже лопнуло нет стой вот так будет достаточно все отпусти все понятно саморез надо убирать он держит да все давай пилой поток слышал корень и убираем да да тут проволоки полно то есть главное вот сейчас все равно это все все равно уйдет со временем сейчас вот мы только над основанием нет да я не врага ну подержи мы с тебя рады я думал типа подзончик ты что лопнула или не лопнула пока нет пугает тебя что интересно стало да хоть как-то у тебя проявить интерес к бонсаю да блин вот это может конечно сейчас коррект может его потихонечку оттягивать там со временем да не стоит она того по-настоящему это если бы это был какой-нибудь там можжевельник двухсотлетний тогда там имеется смысл когда это новый двести лет ждать нам а тут по идее она может мне нравится ясмакс дать мне его жалко не ну а что она вот сейчас вот загнули она какую-нибудь вот эту почку даст и дальше пойдет ну да ну вот это вот движение пока идет отсюда бы уже горизонтально а с другой стороны если его наклонять то все еще изменится десять раз не ну если всю ветку гнуть то ее можно гнуть через оттяжку вниз и потихоньку подкручивать что туда фишка лучше вот сюда мне кажется в дырку а вот идет она ну тогда вот сюда она сучок я теща когда первый раз увидел как я насквозь прививку делаю не я придумал тут японцы а насквозь лучше чем в приклад или что как-то насквозь крепче гораздо и гарантированно приживается приклад ее отломить очень легко потом оно должно прирастать долго чтобы общая кора появилась а насквозь очень хорошо а насквозь она моментально то есть главное чтобы такие деревья когда то есть надо просовывать пока почки еще не набухли пока тоненький тоненький что обычно есть вон в сундуке максимально просовываешь не толстая но лучше чтобы просунулась чтобы почки не ободрать потому что потолстеть она в любом случае потолстеет даже если дырка будет больше ну ты что ты хочешь? проложить да можешь на проволоку цепить видишь не доцепится тут доцепится давай сейчас снимаем потом удаляем ну круто круто да да это видео позорит нас как мастеров затяжка такая давай держишь? отпускай там еще можно к контейнеру петянуть чтобы поворотить тебя хорошо да нет для первого раза хватит мне кажется нет я имею что просто разгляну но это разгибать надо в смысле разгибать? или вот это вот макушка просто или попробовать ну по идее вот это теперь надо вот сюда загнуть но так тонко мы загнем а вы думаете если без изоляции то лопнуло? не факт просто там все равно при таком изгибе уже появляются эти микротрещины и через них будет выходить испарять если не будет изоляция насколько я понимаю не для этого делать зачем мы делаем я не знаю я тоже интересуюсь просто так она держит а так просто она держит а так ну реально загнули конкретно да ну что пробуем? ну попробуем давай давай вот где ветка вот сюда а тебе вот тут бы еще бы два слоя проволоки еще один слой давай да так что здесь такие эти витки ну да она даже не пойдет здесь чуть-чуть витрина может ты оставишь чтоб прижилось сейчас уже что все уже ничего не лопало ну либо ты тут вести сейчас сразу отрезать или пробуем да попробуем просто некуда приматывать да приматать а куда ее надо погнуть? почему некуда вот сюда можно ну да при желании ее надо погнуть вот так чтобы она была тут надо еще одну проволоку толстую потому что она одна а у нас же есть гнулка может гнулкой попробовать? да это рука ну арматура у меня гнулка дело хорошее так когда делать нечего арматуру арматуру в узлы завязывает подковы разгибает подковы разгибает находил по весне на грядках японские кусачки ржавые все но ничего пользуюсь его ножниц нашел разбирал двух ножниц нет а есть обалденная ружейная смазка вот да даже на ружье вот какие-то эти ну уже ржавчина берешь ее на тряпочку прям вот проходит все ржавчины нету у тебя вся ржавчина очень повышенная текучесть она завязывает во все щелочки и все у тебя ржавчина вся остается на этой но она и чистит то есть вот на ружье есть какие-то эти ну жучки да и у тебя вся ржавчина остается на тряпочке а ружье прям блестит как только ты его из магазина как будто принес Да, Юр, пора уже. В мае солнышко будет. В следующем. Все по расписанию. Сейчас вы уедете, и солнце выпишу. Юра, это, из куклы вуза, иголку одну вытащил. Пробку только встанем обратно, солнце будет слепить. Не, нахрен нам пробки. Надо подождать, пока не хочется. Не дышите. Так, а куда ты будешь фиксировать-то? Сразу? Не, ну попробуй сначала. Черт, а сразу лучше на раз. Я вот думаю об арматуле. Ну хорошо мне кажется, достаточно даже. Да, 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 нормально. Харе можно вкручивать. Не, мало мне кажется. Давай вкручиваем, сейчас шикарно все будет. Все. Мы исполняем указы нашего президента. Готовим деревья к выставке? Вот первый экземпляр. Вот второй, сейчас еще третий, четвертый, пятый. Пятый вполне меня. А какой год у вас выставку-то запланировали? В 2031. Ха-ха-ха. Должны успеть. Ха-ха-ха. Я не знаю. Но говорят, что на следующий. Мне кажется, что спешить не имеет смысла. Да, конечно не имеет. Не, ну тем более с такими деревьями, когда знаешь, там это, фикус там. 200-летний фикус? У меня кактусы, кстати, поменялись как раз. Когда кактусы вымерзли между окнами в седьмом классе. Начался бонсай. Я маяк бонсай. Ну что, давай. Харе. Хрустит. Хрустит. И там, конечно, он загнулся. Он загнулся там же, где мы загибали. Ну и что? Ха-ха-ха. Теперь, а то можно будет его подвешивать, как туда шел. Оп. Да, носить удобно. Да. Надо вот эту ветку обратно вернуть сюда. Это туда укорачивать. Если у нас движение все сюда. Это укорачиваем. Здесь уже нам не нужно вот туда. Можно мы ее можем. Уполнить на петлёке. Вот еще больше. А еще больше, наверное, не надо уже. Слечка, да, и так. Не, ну оно нормально получилось. Ну а изгиб вам кажется такой нормальный? С лица никаких сомнений не вызывает. Его не видно. Нет, я про изгиб солнцвола. Вот это? Да. Не, ну оно кривое. Такое. Тонкое. Более интенсивно кривая макушка. В общем, все теоретически все правильно. О! Его солнце очень наклонился. Ура! Еще бы чаю. Я чаю включил. Сейчас. Сейчас. Мне кажется направление движения правильное. Может быть оно нелепо сейчас выглядит отсюда, по крайней мере. Но с лица, если посмотреть, она никаких отрицательных впечатлений не производит. Она вышла сюда. Сейчас из чего-то. Ну вот разложит. С этого вот, наверное, да. А вот если движение вот это, смотри. Сюда, сюда, сюда. Пустить обратно? Теоретически можно. Можно вообще его пустить вот так вот. То есть, треугольник сюда большой, сюда маленький. Офигенный будет. Будет оно хорошо выглядеть, да. Как елочка. Офигенный будет. Ну, елочка-не елочка. Мы их сделаем кривыми. Ну да. Она прям движение-движение. Иди сейчас всю заглубь ее вниз. Отсюда. А здесь сейчас какую-то макушку сейчас сделаем. Ну вот, если бы оно не ломалось, огнулось нормально? Нижняя не нужна. С этой пробовать верхушку. Здесь вот ветку какую-то. Ну я говорю, главное его не сломать слишком близко к стволу. Хотя, в принципе, он, наверное, даст кусочки. Мне вот этого понравилось движение. Так оно классическое. Макс, тебе как? Мне нравится. Просто из такого материала и получилось что-то такое реально прикольное. Надо сейчас ее пробовать. Если мы сейчас ее загнем и не лопнет, тогда... Да нет, но такая длина она все равно сейчас не нужна. Можно оставить, чтобы пока оно было и вид какой-то создавалось. Все равно сейчас пока работать будут вот такие кусочки. Так, сейчас к этому... Не, ну не такая. Вон, провода еще много вязет. Такая, наверное. Нет, мне кажется, тонкая вообще. Ну, блин. Вот эта. Череная. Не, она наверх. На всякий случай, вот эта пусть останется. Вот эти срезы. Угу. Призрак Тимура не будет. Кусочки правильные. Как бы. Положи горшок, чтобы потом в ногу не воткнулся. Тут главное направление дать, потом продолжение. В любом случае. Тоже будет прямая получается. Так все красиво. Но аккуратно. Все, все. Ну, это не то самое. Да, мне кажется, хватит. Или до конца ее гнуть всю ее. Да не, не обязательно. Я говорю, это все все равно тут вот столько. Только отсюда и столько отсюда. Потом, чтобы они были сбежистки. Вся красоту сделать. Где лицо-то у нас? Вот отсюда. Тогда ее надо. Ну, плюс-минус так. Как-то. 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 Как-то наклониться. Вот так наклоню ее. Может отсюда ее на лицо чуть вывести? Здесь. Не, по идее. Выводить-то надо тут. Может быть, вот это тут и сделаем. Надо просто снизу как-то мне вообще непонятно. Ну, это короткая. Он ее резать. Ну, если она сейчас все нормально будет. Да, не резать. Ты сейчас надо что-то. Я даже нижняя не должна быть. Сейчас. Вот. Вот мы коротим. Здесь вот. И с этой верхушкой сделаем. Да-да-да. Давай. Здесь все офигенно. А, ножницы? Это я. Ну, кусаешь кровь? Нет, ножницы. Ну, да. Ничего, что-то. Не вызывало сомнений их. Ну, я только говорю, в нижнем лице что-ли. Мне не нравится, что у нас в одной плоскости идет. Видишь? Она прямая, в одной прямой. Ей надо вывести сюда. Ну, или так, да. А не сюда вывести. Ага. Ну, блин. Мне нравится, когда из говна. Что-то получается хорошее. Скажем так, сейчас он стал смотреться вообще сразу же. Потому что да. Ну, да. Ну, он до этого смотрел, что как-то идет наверху какая-то как-то. Ну, да, да. Такие-то беги. Непонятно вообще. Ну, ведь даже вот отцу для лицо, чтобы кольцо было видно. Сейчас отсюда кольцо теряется. Ну, вот если он теперь сейчас пойдет в рост в таком виде. Ну, ты все равно наверху лицо там. Вот оно. Кольца нет. Нафиг она нужна. Там напряженное тут самое есть и хорошо. Сейчас что, макушечку мы сделаем, вообще это будет огонь. Сейчас что, отводочку сделаете? Не-не, Антоха, отводка. Вот, смотри, это в принципе. Вот это в принципе уже готово. Я бы тебе отдал бы ее, но это на орден президент за заслуги. Так, я бы тебе отдал бы ее и отвел бы. Вот, кстати. Вот, кстати, мне кажется, интересно шахин. Вот такой вот кусочек брать. Раскладывать. Ну, как твой этот самый вон уральский, который говорит, что все. Ну, вот, закончили мы с этим боярсником. Получилась такая вот прикольная литературная композиция. Причем с такого достаточно обычного простого материала. вот уже два дерева сформированы начинаем работать дальше вот нами была сформирована такая вот яблони в стиле 5 стволов по-японски как это называется нет не знаю как это называется по-японски связь в том что из обычной яблони получилось такая достаточно интересная композиция пятиствольная и на самом деле когда это все дело обрастет то есть вот все вот эти вот лысые ветки все заполнится листьями она будет смотреться гораздо интереснее сейчас это первичная обрезка и формировка убрали все лишнее наложили проволоку задали прямым ветвям согнутый стиль вот теперь композиция будет наращивать зеленую массу так что то что из нее получится мы увидим через год может через два ну вот мелколесный боярышник у нас идет первичная формировка сейчас отпилим все лишнее потому что нужно здорово зарос хотя это и мадоре того года осенние ну так вот уже за пол сезона он дал такой вот прирост так что начинаем пилить а это оставляю ветку лига не поскольку не пилин из косов дальше битрят на пилин из косово это просто подерживаю я ходишь сурой президенту на медаль ну вот все дерево поменял наклон убрали все лишнее теперь будем его дальше отращивать вот боярышник обрезан полностью здесь у нас некоторые ветки уже даже сформировались бежисти с некоторыми направили в нужную сторону так что получилось у нас такое вот дерево мы приступили формирование многостольной композиции из вяза который приехал из старого скола здесь много стволов такой очень достаточно интересный вариант так что сейчас уберем все лишнее посмотрим что у нас из этого получится надо снять окончание работы по формированию многоствольного вяза ну вот получился у нас такой многоствольный вяз композиция закончена пусть теперь обрастает дальше нужно будет все веточки разложить проволокой но это уже мелкая работа их выпускать особенно все стволы их направлении уже определены